Здравствуйте дорогие друзья! Сегодня я хочу с вами поделиться рецептом моего пряничного теста. Надеюсь, что оно вам понравится. Делается оно очень просто, при этом получается очень вкусные ароматные пряники. Ну что ж, не буду вас томить, давайте будем начитать. Для теста нам понадобится 150 грамм сахара, 120 грамм меда, 70 миллилитров крутого кипятка, 100 грамм сливочного масла, 2 яйца категории С или 1 яйцо категории 1С, 450 грамм муки, 0,5 чайной ложки соды, корица, имбирь и мускатный орех по 1 чайной ложке, но это по желанию, вы можете добавить еще больше разнообразных специй. Сахар высыпаем в сотейник с толстым дном и высокими бортиками. Будем его топить до состояния карамели. Я не мешаю сахар, лишь слегка периодически помешиваю свой сотейник. Нам нужно растопить сахар до полностью однородной массы. После чего выключаем огонь, даем немного карамели остыть и после этого добавляем мед, так как его ни в коем случае нельзя кипятить. Вымешиваем лопаткой до полной однородности, сразу добавляем соду со специями и не прекращаем помешивать, так как начнет подниматься пенка. Именно для этого у нас должен был быть сотейник с высокими бортиками. Как только спадет пенка, добавляем сливочное масло, размешиваем до полной однородности и сразу добавляем крутой кипяток. Масса будет пениться, брызгаться, пузыриться, поэтому будьте крайне осторожны. Вливайте кипяток небольшими порциями, при этом постоянно помешивайте лопаткой. После введения всего кипятка, отставляем массу в сторону и даем ей остыть до комнатной температуры. Яйца вводим по одной штуке и хорошо вымешиваем венчиком. Муку добавляем небольшими порциями, вымешиваем венчиком до тех пор, пока ваше тесто не будет тугим. После чего можно присыпать стол мукой и вымешивать уже непосредственно на столе. Насколько густым будет ваше тесто, зависит от клейковины муки. Но если оно получилось жидковатым, ни в коем случае не спешите добавлять муку. Оставьте тесто на полчаса и вы увидите, что оно совсем меняет свою структуру. Мое тесто не липнет, но я даю ему остыть еще полчаса, после чего перекладываю в пакет и отправляю в холодильник на сутки, после чего с ним можно работать. После холодильника тесто будет слегка твердоватым, поэтому разминаем его в руках, рабочую поверхность присыпаем мукой и раскатываем толщиной приблизительно 5 миллиметров. Я буду использовать для пряников железные вырубки, но можно пользоваться любыми другими, которые вам удобны. Выпекаем их при температуре 180 градусов приблизительно 8-10 минут, но ориентируйтесь на свою духовку. Вот такие в итоге прянички у меня получились. Они хорошо поднялись, отлично держат свою форму. Надеюсь, что данный рецепт вам понравился и вы поставите ему свои лайки. Также, конечно же, буду ждать ваших комментариев. Ну и как всегда, если вы были со мной впервые, значит обязательно подписывайтесь на мой канал и нажимайте на колокольчик, чтобы не упустить новых видео на сегодня. Все, всем пока-пока!